Деревня Несогласная Жители Пеньков протестуют против массового строительства коттеджей. Подробности в новостях на городском через полминуты. Молочный скандал. Ярославские фермеры несколько месяцев не могут получить деньги, выделенные им из бюджета. Школьная ревизия. В Ярославле проверяют готовность образовательных заведений к новому учебному году. Азиатское искусство. Художники из Южной Кореи привезли свои работы в Ярославль. Футболисты сборной России решили построить футбольную площадку для Ярославского детского дома. В Ярославле половина десятого на городском время информационной службы в студии Илья Барабанов. Здравствуйте, вы смотрите вечерние новости, итоги среды. Строительный протест. Жители деревни Пеньки выступают против массовой коттеджной застройки. Проблему сегодня разбирали на общественных слушаниях в администрации Ярославского района. Мой коллега Евгений Полковников побывал на дебатах. Эту заметку вот с таким шрифтом в газете о новелении сели невозможно. Невозможно прочитать эту заметку. Жители деревни Пеньки считают, от них скрыли, что в их населенном пункте выделены земли под строительство коттеджей. Эта история началась еще при прежнем руководстве Ярославского района. Биологи провели экспертизу. Территория должна быть особо охраняемой. Строительство на ней нецелесообразно. И протест вновь набрал обороты. Парковые земли на берегу реки засадить, жителям ничего не сказать. Но это создает напряженность. Напряженность между жителями, администрацией. Нынешняя глава района Татьяна Хохлова объяснила, полномочия властей разграничены. Землей распоряжается администрация, а разрешение на строительство дает поселение. В этом случае Ивниковская. Сегодня закон новый, он совершенно недоработанный. И поэтому сегодня создается такая ситуация, где происходит застраивание и захват всего от всего. Жители Пеньков считают, что закон должен защищать их интересы. Повестка дня слушаний признать эту территорию особо охраняемой. И за это проголосовали единогласно. Вот сейчас нынешняя администрация не может отменить этот указ, если он незаконный. Эту сдачу в аренду могут. Почему не делают? Кстати, жители Пеньков подавали в суд. Он рассмотрел дело в двух инстанциях, вынес вердикт. Жители ошибаются, считая место под застройку зоной отдыха. Судья смотрит на карту, в которой написано зона отдыха. И мы никак не можем больше ему открыть глаза, потому что он там видит строительную площадку. А все мы только в зоне отдыха. Выяснились подробности. В Пеньках могут засыпать ручей, который впадает в Которсель, единственный водоем. Люди выставляли протестные пикеты, подключили общественников, а они обратились к областным властям с вопросом, законно ли это стройка. Когда я обратилась в департамент окружающей среды, мне было сказано, что согласование на берегу укрепления отход земли всем произведен не был. Я вместе с вами. Я за то, чтобы эти зоны не застраивались. Но понимаете, когда человек, когда гражданин приходит, но если он нашел свободный участок земли, мы, администрация, не имеем права ему отказать. Скажите, пожалуйста, а на конкурс, на аренду выставляется ли участие? Нет, не вера. Извините, это же нарушение. Удастся ли сторонам найти компромисс, это пока тоже вопрос. Сегодня жители предложили создать для выяснения всех обстоятельств независимую комиссию из представителей МЧС, прокуратуры, экологов и других экспертов. Возможно, если эта комиссия будет работать, ее мнение учтут при решении наболевшей проблемы. Евгений Полковников, Александр Быков, Городской телеканал. Молочная проблема. Себестоимость производства молока в регионе оказалась выше цены на продажу. Таким образом, ярославских молочников поставили на грань выживания. Для поддержки производителей из областного бюджета в мае выделили большие деньги, но до адресатов они до сих пор не дошли. Яна Хромова выясняла, почему. 25 мая наша Дома приняла закон о внесении изменений в бюджет, который назначал 115 миллионов на дополнительное субсидирование, на дополнительную поддержку наших серхозтоваропроизводителей. Деньги выделены, но до получателей так и не дошли. Среди молочников сейчас легкая паника. Деньги нужны, что называется, вчера, но до сих пор непонятно, будут ли они и послезавтра. Уже в течение третьего месяца готовится порядок, который позволит или определит, как должно предоставляться эта субсидия. Они умышленно затягивают, чтобы либо не дать, либо минимизировать эффект положительный, а потом нам же в упрек поставить, что вот деньги-то дали, а вы ничего не добились. Обещанные деньги нужны для поддержания хозяйств на плаву. Закупочные цены на молоко еще весной упали на 2 рубля. При этом себестоимость производства не изменилась. Она составляет в среднем порядка 14 рублей. По 15 продаем. Много это или мало, и как на этот рубль можно прожить? Строить, развивать, ремонтировать, платить заработную плату. Хозяйство Юлии Кишкинова по меркам области считается крепким. 630 коров. Молоко два раза в неделю стабильно сдается на молокозавод. 250 тонн в месяц. При этом кредитов на 18 миллионов рублей. Без них не прожить. Как только вопрос касается сельского хозяйства, почему-то его вот на последний план, то есть надо всем, учителям, врачам. Я не хочу их обидеть, им тоже надо. Там надо дороги делать, надо все. Но если вы приняли закон и отдайте эти деньги. Ведь очень многих сегодня, кто вот набрал кредит и строят большие объекты, они вот только сейчас начинают понимать, какую кабалу они попадают. А если цена упала молока, то ты никогда не оправдашь те затраты. Хотя этот рубль-то, вот эту копейку-то сегодня не волоките, а доведите до сельхозпроизводителя. А чиновники в Белом доме упираются, рогатки в колеса ставят. А может быть не надо давать? А может быть не всем надо давать? Вот этот рубль сегодня стал камнем преткновения. При том, что там стон стоит на селе, и рубля жалко. Тот, кто производит, мы тебе его даем. А кто сегодня наживается на этом, давайте мы цены продажные никак не регулируем. Между тем, в правительстве области считают, что ни о каком затягивании процесса речи не идет. Сроки оправданы и бюрократии нет. Это должна быть адресная поддержка. И учитывая то, что это бюджетные средства, должна быть и высокой эффективностью. А это надо же просчитать. То есть нельзя, вот давайте дадим, а там посмотрим, как получится. Пока в правительстве считают, в хозяйствах хватаются за голову, не зная, как свести концы с концами. Ведь больше помощи ждать неоткуда. Государство не контролирует ввозимые молочные товары и позволяет сетевикам снижать закупочные цены. Яна Хромова, Василий Мосин, Городской телеканал. В Ярославле в разгаре сезон дорожных работ. Сегодня начался ремонт на участке, который для города является одним из самых проблемных. Улица Гагарина. Работу дорожников вместе с мэром Евгением Урлашовым проконтролировал наш корреспондент Максим Григорьев. Яму на остановке напротив арены 2000 знает, пожалуй, каждый ярославец. После дождя выйти здесь было практически невозможно, не вступив в лужу. Да и участок дороги на повороте у ледового комплекса пользовался дурной славой у автомобилистов. Сегодня все ямы на Гагарина тщательно асфальтируются. У нас было серьезно вчера на Думе обрезано финансирование городу Ярославлю. И возникал вопрос о том, что могла бы вылететь улица Гагарина, которую мы сейчас асфальтируем, если бы не помощь депутата Эдуарда Львовича Авдоляна, который за свои деньги, подчеркиваю, за свои деньги пошел навстречу городу и помогает ему. В Ярославле, пусть и неофициально, уже началась предвыборная кампания в муниципалитет. Мэр призвал кандидатов вместо предвыборных обещаний агитированные себя конкретными делами, в частности, ремонтом улиц. Желающие не заставили себя долго ждать. Примером тому стала улица Гагарина в ближайших планах ремонт и других дорог. А следующие наши улицы будут Спартаковская. 50 лет в ЛКСМ я своим избирателям пообещал, что обязательно сделаем. И по мере возможности мы будем помогать городу именно самым проблемным участникам. Особняком стоит проблема освещения дорог и улиц Ярославля. Несколько участков этой статьи расходов также выпали из городского бюджета. Но и тут в стороне не остались меценаты. Сейчас ведется предварительные расчеты, проектирование. После утверждения всего, я думаю, к осени может будет начать. Я думаю, в этом году при хорошем состоянии обстоятельствах наши горожане уже увидят более качественный и более дешевый свет на улице. Максим Григорьев, Владимир Чернов, Городской телеканал. Дороги в Ярославле сейчас делают не благодаря, а вопреки. Областная дума одобрила предложение регионального правительства о дополнительном выделении городу всего лишь 56 миллионов рублей на ремонт улиц. Хотя ранее речь шла о 150 миллионах. В нужном объеме дорожных денег парламентарии Ярославлю не дали, но при этом выделили правительству области 72,5 миллиона рублей на модернизацию инфраструктуры сетей телевещания. После этого появились предположения, что на эти бюджетные деньги правительство собирается купить телекомпанию НТМ. Заместитель губернатора Александр Краснов сегодня не подтвердил, но и не опроверка эту информацию. Мы пока сумму не делили на конкретные мероприятия. Посмотрим, у нас будут разрабатываться концепции, также переходы на цифру, и будет разработана программа. Мы ее в сентябрю сможем показать депутатам, и уже вот конкретно на что пойдут эти деньги, мы сможем более четко определиться. В НТМ все-таки покупаете, да? Мы... Сколько еще, когда не существует? Нет, нет, пока я ничего в этом направлении вам не скажу. Почему? Потому что, еще раз я повторился, мы попытаемся проблему по цифровому вещанию решить комплексно, неточными такими вот вещами. На ярославских форумах давно обсуждается эта сделка. Некоторые форумчане даже писали о ее возможной стоимости. Например, фигурировала сумма в 250 миллионов рублей. Впрочем, никаких официальных комментариев ни со стороны правительства области, ни со стороны НТМ пока не было. Смотрите во второй части информационного эфира на городском телеканале сразу же после рекламы. Школьная ревизия в Ярославле проверяют готовность образовательных заведений к новому учебному году. Азиатское искусство. Художники из Южной Кореи привезли свои работы в Ярославль. Футболисты сборной России решили построить футбольную площадку для Ярославского детского дома. Это городской телеканал. В эфире продолжает работу информационная служба. В Ярославле стартовала школьная проверочная кампания. В этом году комиссии, которые должны приинспектировать более 100 учебных заведений, начали свою работу раньше обычного. Цель проста – дать руководству школ возможность исправить недочеты, выявленные во время приемки. А минусы представители надзорных ведомств находят, если не всегда, то очень часто. В рейд с проверяющими отправила съемочная группа нашей телекомпании. 76-я Ярославская школа стала одной из первых, которую приинспектировали. В комиссии по приемке представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции и городского департамента образования. В первую очередь проверяют учебное заведение на безопасность. Нарушения, выявленные пожарными, еще перед приемкой в 76-й устранили. Правда, не все. Для замены автоматической пожарной сигнализации, например, денег нет. АПС, которая у нас действует, она как бы в рабочем состоянии, но она морально устаревает. То есть, сделать технически мы это не можем, поэтому будем вот когда-то действовать перед руководством департамента образования, городом, чтобы нас поставили в перспективный план развития на замену автоматической пожарной сигнализации. Как признается директор городского департамента образования Сергей Терех, с пожарными иногда действительно трудно найти общий язык. Их нормативы часто меняются. И уследить за ними, а тем более устранить школьные недочеты в одночасье, нереально. А порой невозможно из-за финансовых проблем. Не всегда, например, замена того или иного лакокрасочного покрытия будет прямо соответствовать гарантии безопасности детей. Ведь на протяжении стольких лет мы жили с этими покрытиями. Просто жестко выполнить норму закона не значит гарантировать безопасность гражданина. Для выходов на чердак, укрепления пожарной лестницы, замены дверей в электрощитовое, а также испытания ограждения на крыше в 76-й школе деньги нашлись. Поэтому у пожарных больше вопросов не возникло. В этом году 76-я набрала три первых класса. Всего же в ней будет учиться порядка 600 человек. Правда, теперь уже в двух отдельных зданиях. Маем датируется постановление мэра Ярославля, а при соединении к 76-й школе – 20-й. Решили, видимо, это потому, что, в принципе, континент школы 20-й небольшой. Тратить, наверное, государственные средства на содержание, наверное, не совсем рационально. И город посчитал, что присоединится, наверное, к более сильной, скажем так, школе. К новым учебным стенам придется привыкать и большинство из 53-й школы, расположенной на Большой Федоровской. Четырехэтажное здание, построенное еще в конце 30-х годов прошлого века, сильно износилось и, скорее всего, будет отремонтировано капитально. Причина закрытия школы – многочисленные трещины по всему периметру. Находиться в ней небезопасно. Часть ребят будет учиться в 40-й школе, часть ребят будет учиться в 32-й. То есть каждого ребенка индивидуально мы рассадили. Были желающие учиться в школах центра, тоже все в индивидуальном порядке мы решили. То есть каждый ребенок нашел себя в новом учебном году, в том образовательном учреждении. Илья Барабанов, Максим Сушанов, Городской телеканал. Инвесторы готовы вкладываться в ярославские проекты. Сегодня подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством области и группой компаний «Агранта». Подписание двустороннего соглашения – это еще один шаг в партнерских отношениях правительства и инвестора. Группа компаний «Агранта» уже не первый год участвует в решении социально значимых программ региона. На сегодняшний день компания инвестировала в Ярославскую область более полутора миллиарда рублей. Еще два миллиарда предполагают вложить в ближайшие 5-7 лет. Инвестиции связаны прежде всего с развитием туристического кластера. Курорт Ярославского взморья, или некоторые его называют Коплино, где на сегодняшний день созданы практически идеальные условия для отдыха людей. И предполагается в перспективе принятия на этой базе до миллиона туристов ежегодно. Я надеюсь, что Ярославское взморье станет реальным конкурентом, Рижскому взморью. Тот всеми любимый музыкальный конкурс Юрмала можем вполне реально пригласить к нам. Дальнейшее развитие зоны отдыха Ярославское взморье должно повысить туристический потенциал области и позволить в разы увеличить количество туристов. Второй проект, который успешно реализуется группой компании «Агранта» в регионе – это сельхознаправление – создание натурального, экологически чистого мясомолочного продукта. Компания вложила в развитие этого сектора более 500 миллионов рублей. И это не предел. Перспективы развития этого направления также большие. Практически предполагается удвоение инвестиций к тем, которые вложены. Румия Усупова, Василий Мосин, городской телеканал. Из Сеула в Ярославль в нашем городе сегодня открылась выставка художников из Южной Кореи. Моя коллега оценила работу азиатских мастеров. Вот эти современные постеры попали в классический зал сезо художников из Южной Кореи. Южнокорейские преподаватели и студенты уже второй год привозят свои работы в Ярославль. Южнокорейские работы, в том числе и свои, привезла Ким Кенг Кок из Сеульского университета. Единой темы в Кенг Кенг Каждый участник показал то, над чем работал последний год. Все постеры сделаны с помощью компьютерных техник. Идея здесь в том, чтобы показать зрителям, как интернет и современные медиа объединяют все сферы нашей жизни, от природы до энергетики. Я здесь уже второй раз, и Ярославль запал мне в душу. Мы бы хотели регулярно выставлять свои проекты у вас в городе. Все работы сделаны компьютерной графикой и должны быть в движении. Но технически привезти сюда это сложно. Поэтому выставлено то, что смогли напечатать для двухмерного восприятия. В традиционной Ярославле тенеклассические работы попали благодаря Алексею Данчин-Юм, бывшему жителю Перекопа, а ныне ученому из Южно-Кореи. Там он занимается современными медицинскими технологиями, а увлекается современным искусством. У него немало знакомых в творческих кругах Сеула и Ярославля. А вот он и решил, что было бы неплохо познакомить своих ярославских и южно-корейских друзей. Россия – это неизведанная страна для них, где медведи. Я приехал в Ярославль, когда мне не было года. Прожил здесь 20 лет и уже почти 15-20 лет нахожусь в Корее. Вы знаете, корейский – он достаточно легкий язык, поскольку там не так много закорючек, поэтому они складываются. Но в среднем народ учит по максимуму год. Удастся ли корейским художникам выучить русский язык, узнаем в следующем году. Наталья Мелехова, Максим Сушанов, Городской телеканал. Узнаем. Футболист сборной России построит футбольную площадку для Великосельского детского дома. Чтобы собрать нужную сумму, Сергей Игнашевич выставил на интернет-аукцион часть своей коллекции футболок известных игроков. Кроме того, он готов продать мяч с автографами ЦСКА, перчатку Игоря Кенфеева и свои бутсы. Они, кстати, пользуются наибольшим спросом у посетителей аукциона. Самыми дорогими лотами стали футболки Вагнера Лава – 20 тысяч рублей, Романа Широкова – 16 тысяч и Хаби Алонса – чуть более 12 тысяч. На строительство площадки в детдоме нужно собрать полтора миллиона рублей. Сергей Игнашевич пообещал, независимо от того, сколько денег соберет на аукционе, недостающую сумму он внесет вместе с вратарем Анжи Владимиром Габуловым и полузащитником «Зенита» Романом Широковым. Городской телеканал продолжает акцию памяти. До 7 сентября в каждом выпуске новостей мы вспоминаем команду «Локомотив», погибшую в авиакатастрофе. Сегодня наш сюжет посвящен Чеху Яну Мареку. Приход чешского нападающего Яна Марека в «Локомотив» вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков-железнодорожников. Все они помнили полуфинал Кубка Гагарина 2011 года, когда во многом благодаря Мареку Атлант подвинул «Локомотив» и не оставил шансов в третий раз подряд пройти в финал. Но Марек заиграл в межсезонье так, что все простили ему старые обиды. Кубок латвийских железных дорог стал своеобразным знаком примирения. Вообще Ян мог и не стать хоккеистом. Местная команда, в которой начинал играть Ян, звезд с неба не хватало. Но однажды молодого и дерзкого нападающего заметили агенты пражской спарты и пригласили в Прагу. Туда он и перебрался вместе с женой. Марека, как и многих его чешских коллег, пригласили в НХЛ, но он отказался, решив остаться, чтобы набраться опыта, а потом все же уехал из страны, но не за океан, а в Россию. Ян не мог уехать из семьи далеко, так далеко, чтобы его и его жену Люцию разделял океан. Ян полагал, что в России не задержится, слишком разный уровень по сравнению с его привычным уровнем чешского чемпионата. Однако в Металлурге он стал одним из ведущих нападающих и провел там целых 4 сезона. В 2007 году он стал чемпионом России в составе магнитогорцев. Переход в ЦСКА отразился на его бомбардирских амбициях. Он долгое время возглавлял список самых забивных форвардов. Потом был Атлант и серебро Кубка Гагарина 2011 года. Потом Локомотив, где Ян надеялся снова ощутить радость победы и поднять кубок. Правда, Ян мог уйти из команды еще в июле 2011. Дело в том, что он хотел разорвать контракт с Локомотивом. В Праге у него вот-вот должен был родиться долгожданный первенец. Руководство клуба долго уговаривало Марека, и он все-таки решил остаться. 2 июля 2011 года на свет появился Ян Марек-младший. А старший через два месяца сел в самолет до Минска. В Ярославле из Лондона начали возвращаться олимпийцы. Для Александра Шибаева это были первые игры. Побороться за медали в настольном теннисе ему не удалось. О том, что этому помешало, спортсмен рассказал Александру Рябкову. Александр Шибаев уже вернулся из Лондона. Это была его первая олимпиада. И пусть не все получилось, но если бы у него был такой соперник, как я, то, наверное, у нас было бы еще одно золото. Александр Шибаев поступился в 1-8 финала. Его соперником был хорват Андрей Гачина. Этот теннисист хорошо знаком Александру. Тот уже несколько раз обыгрывал его и был крайне неудобным соперником. Не удалось разгадать хорваты и на этот раз. Пошел, как обычно. Вот говорю, просто чувствую немножко неуверен. Внутри такая немножко неуверенность была. Потому что, может, и до этого проигрывал. Но во время матча боролся с ней как мог, с этой неуверенностью. Он хорошо играл. И, соответственно, он был уже более уверен. Мне уже было все тяжелее и тяжелее. Но я постарался как-то ломать немножко игру. Ломать его соперника и психологически, и по игре. Но 4-3 немножко где-то не дожал. Может, не знаю почему. Не получилось. Александр все же уверен, что переволновался. Это его первая Олимпиада. И узнав атмосферу этого спортивного праздника, он уже начал готовиться к следующей. В Ярославле за выступлением теннисиста следил его тренер Валентин Федосеев. Олимпийские игры мне удалось посмотреть только по телевизору. Как раз смотрели вместе с его строителями. Вместе там собрались, болели, переживали. Вспомнили эмоциями со всеми. Давай, Саня, давай. Мне кажется, подготовка была достаточно серьезная. В том плане, что на сборах, сборной страны, перед Олимпийскими играми, не было ни массажиста, ни психолога. Что я считаю со своей стороны, что это просто необходимо. В ближайших планах Александра заняться своим здоровьем. У него травмами низко. Яснее он играл на Олимпиаде. Правда, в травме причин поражения не ищет. Я ездил с травмой. Может быть, я допустил ошибку, что я не сделал операцию в начале года еще того. Но оно меня так сильно не беспокоило. Просто последние два месяца уже немножко начало беспокоить. Но это же нет. Я думаю, что это не из-за него я, конечно, проиграл. Но, не знаю, просто последние два месяца я уже бы не успел операцию сделать. Александр Рябков, Александр Быков, городской телеканал. В ферме реклама и прогноз погоды. Моя часть выпуска завершена в 22 часа на городском комедийный боевик «Моя супермама». Я желаю вам приятного просмотра и прощаюсь. До завтра. Счастливо. Счастливо.